Здравствуйте! В эфире МТРК новости. О событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ксения Куценко. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь обо всем подробнее. Вместо строительства театра – новое освещение, брусчатка, скверы и парковки. В Петропавловске готовятся к 15-му форуму межрегионального сотрудничества. Чтобы встречать гостей в чистом и уютном городе, немного корректируют областной бюджет. Идеи, куда перенаправить средства, сегодня услышали члены областного общественного совета. Подробности далее. Исполнен по всем позициям. Это о бюджете 2017 года. Объем региональной казны превысил 166 миллиардов 338 миллионов тенге. Исполнение по расходам – 99,8%. Бесхозными остались 287 миллионов. А запланированный бюджет на этот год требует корректив. В некоторых сферах траты уменьшают, а в других, напротив, их становится больше. Предлагается уменьшить ранее утвержденное сигнование областного бюджета на сумму 908 миллионов тенге, в том числе на строительство театра на 500 мест в микрорайоне Жасаркин города Петропавловска. По управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог области в сумме 400 миллионов тенге. Также их уменьшить. 655 миллионов из этих средств уйдут управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Они должны выкупить земельные участки граждан под строительство новых объектов к форуму межрегионального сотрудничества. А еще нужно покрасить фасады зданий, положить новую брусчатку, отремонтировать въездные группы в город и реализовать другие проекты по благоустройству Петропавловска. Далее о защите прав бизнесменов. С начала года в регионе провели больше 300 проверок в отношении частников. Чтобы быть уверенными в законности визитов представителей надзорных органов, специалисты правовой статистики реализуют проект «Единая система проверок». В информационной базе собраны все данные о деятельности бизнесменов, результаты проверок и планируемые визиты. Эта информация станет доступнее с введением приложения Комкор. Мобильные приложения Комкор необходимо будет загрузить на сотовый телефон посредством мобильных приложений у нас Google Play и App Store. Проект позволит минимизировать нарушения законности, так как уже на стадии формирования данных будут пересекаться все попытки незаконного необоснованного проведения проверок. Всего на заседании общественного совета рассмотрели 24 вопроса. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Экспорт без рисков. В областной палате предпринимателей провели семинар с руководителями предприятий, продающих свою продукцию на внешних рынках. На встрече обсудили инструменты государственной поддержки отечественных товаропроизводителей. С какими трудностями сталкиваются местные экспортеры, узнавала моя коллега Дарья Пушмынцева. Помочь экспортерам выгодно продать свою продукцию за рубеж, избежать рисков и расширить рынки с бытом. Обсудить эти вопросы пригласили представители палаты предпринимателей, АО «Казахэкспорт» и руководители 30 компаний. На онлайн-связи – внешнеторговая палата Казахстана. Национальная палата предпринимателей является оператором сервисной поддержки экспорта. Мы являемся организаторами торговых и экономических миссий. В этом году запланировано порядка 16 выездов в разные регионы. То есть это на бесплатной основе для производителей. В североказахстанской области внешний торговый оборот составляет порядка 600 миллионов долларов. Десятая часть приходится на экспорт. В России, Узбекистан и Туркменистан мы поставляем продовольственные товары, машины и оборудование. В процессе такого сотрудничества региональные производители нередко сталкиваются с проблемами. Покупатели устраивает и продукция, и цена на продукцию, и качество. Но они зачастую не могут договориться о заключении контракта, потому что не могут согласовать свои условия поставки. То есть, например, покупатель в России хочет получить отсрочку платежа, а наш экспортер не может им дать отсрочку платежа, во-первых, из-за риска, во-вторых, из-за того, что тогда у него будет расти дебюторская задолженность, и будет кассовый разрыв, нехватка оборотных средств. Еще один вопрос, с которым сталкиваются местные экспортеры – конвертация валют в ходе сделок с зарубежными компаниями. Курс составляет, например, 5,5, и вы поставили тушенку по цене 70 рублей за банку, и в Тенге это одна сумма. Через два месяца, когда сами расплачиваются дистрибьюторы российские, курс уже стал не 5,5, а 5,2, соответственно, это уже другая сумма в Тенге. В арсенале ООО «Казахэкспорт» – 13 инструментов поддержки предпринимателей. Они занимаются финансированием отечественных и зарубежных компаний и поддерживают экспортеров, выпускающих несырьевую продукцию. Мы поддерживаем, например, овощи, фрукты. Почему? Потому что хоть это практически у нас не перерабатывается, но это уже имеет готовый товарный вид, то есть дальше уже не требует переработки, если поставляешь в российские торговые сети. В Североказахстанской области 70 предприятий поставляют свою продукцию за рубеж. Ведущая экспортная компания сотрудничает с такими крупными производителями, как ТО «Молпродукт», Петропавловский завод тяжелого машиностроения, ТО «Радуга». Дарья Пушмынцева, Адиль Нуржанов, Новости МТРК. К другим темам. В Северном Казахстане гарантированный объем бесплатных медицинских услуг стали оказывать больше учреждений. В этом году на рынке появились 16 новичков. Все они прошли подтверждение специальной комиссии. Кто получил госзаказ, расскажет Жансулут Астемирова. Претенденты на получение госзаказа подали заявки еще в сентябре прошлого года. А в декабре стали известны организации, которые будут оказывать медуслуги. Сегодня собрались их представители. Обсуждают итоги первых месяцев. Говорят, все идет по плану. Договор подписывали с фондом медстрахования. Теперь он предоставляет средства на гарантированный объем бесплатной медпомощи. Кстати, в этом году выделили 24 миллиарда тенге. Фонда медицинского страхования оплачено 1,5 миллиарда тенге. В сущности, это уже практически 50% от общей суммы договоров. Сегодня наш семинар посвящен именно вопросам финансирования. По отдельным видам медицинской помощи изменения произошли в законодательстве по тарифам. И потом мы расскажем сегодня о мониторинге качества и объема медицинской помощи. Из 52 поставщиков услуг 22 частные организации. Это клиники и лаборатории. По сравнению с прошлым годом их стало больше на 40%. Госзаказ на 6 миллионов получил Центр семейной медицины «Панацея». Сумма перечисляется не единовременно, а делится на весь год. Каждый месяц здесь могут принять не больше 30 человек. Это условия договора. Сотрудничаем со всеми больницами. К нам присылают пациентов все поликлиники нашего города. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь по терапевтическому профилю. Получили госзаказ без проблем. Естественно, нас проверяли, посмотрели, в каких условиях мы работаем, насколько квалифицирован наш персонал. А вот медицинский центр «Хелп Клиник» с госзаказом работает уже третий год. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи оказываем услуги населению. Именно неврологически больных со стихандрозами, после инсульт на состоянии, с дисоккуляторной энцефалопатией. Зарекомендовали себя с хорошей стороны. Жалоб со стороны населения нет. Сейчас в фонде работают над оптимизацией пакета бесплатной медицинской помощи. Скорее всего, его часть перейдет в перечень услуг обязательного медстрахования. Жан-Сулут Астемирова, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Опыт и пример старших. Тема наставничества стала главной на Первом республиканском семинаре педагогов «Workshop Time». Он прошел сегодня в Петропавловске. Встречу посвятили 125-летию Макжану Жмабаева и столетию Василия Сухомлинского. Побывала на семинаре наша съемочная группа. На выставке «Достижения и инновации североказахстанских педагогов». К примеру, в 43-й школе первыми разработали учебную программу по местному краеведению. Собрали материалы о достопримечательностях и живописных уголках нашей области. Познакомиться с ними школьники смогут уже в новом учебном году. Факультатив будет проходить раз в неделю. Как наставники представляем работу над программой «Рухани Жангру». В этом направлении в течение этого года было сделано много нашей школы. В июне 2017 года мы проехали шесть районов. И материалы, которые мы собрали, легли в основу фильма «Экспедиция глазами детей». Здесь ключ наставничества в том, что мы можем научить работать в этом направлении по Рухани Жангру. Обмен опытом и сотрудничества – сегодня главные темы на встрече педагогов. Здесь их около двух сотен. Также в разговоре участвуют директора 17 центров повышения квалификации и перебодготовки кадров «Орлео» и председатель правления акционерного общества «Гурнаса Ахметова». Она делает акцент на развитии школы наставничества. Особо нуждаются в их помощи молодые учителя. В 2016-2017 году в школах республики работало 34 775 учителей со стажем до трех лет. И за этот же год, 2016-2017, уволились со школы 7365. То есть это очень большой процент получается. Более 20% молодых учителей уходит из школы. И сохранение вот этого контингента молодых учителей в школе очень важно. Наша большая задача сегодняшнего мероприятия – поставить эту работу у нас в Казахстане на должный уровень. В пример Гульнаса Ахметова приводит зарубежную практику. В Америке есть центр нового учителя, а в Европе наставникам снижают нагрузки и делают доплаты, чтобы они уделили время молодым педагогам. К этому должен стремиться и Казахстан. Тем более, что такой опыт всегда есть рядом. Тот опыт, который я сегодня увижу здесь и увижу еще в течение двух дней нашей работы, я с успешностью смогу применить в нашей Кустанайской области. Я думаю, что северному Казахстану есть чем похвалиться. И я думаю, что Кустанайская область с удовольствием возьмет все то новое, инновационное, что здесь сегодня будет показано. Наставник должен быть у каждого молодого учителя. Опыт старшего – один из эффективных способов повышения квалификации и мастерства, считают участники разговора. А значит, предстоит большая работа. И это будут совместные семинары и тренинги. Шансулут Астемирова, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Снова оказаться за школьной скамьей, встретиться с друзьями и близкими. Самал Яслямова побывала на своей малой родине в селе Орлагаша Каинского района. Как звезду Каннского кинофестиваля встречали односельчане, знает Алина Бржанова. Она вернулась на родину звездой. Все внимание односельчан приковано к Самалу Яслямовой. Так ее встречают в школе, в которой училась актриса. Именно за этой партой Самал училась читать и писать. А сейчас она – настоящая гордость Орлагашской средней школы. Здесь прошло мое детство. Детство – это особая часть человеческой жизни. И, конечно же, это волнительный момент. Я даже не ожидала, что так будут меня встречать здесь, в моем классе. Эта милая, хрупкая девушка с открытым взглядом и сильным стержнем внутри покорила зарубежных кинокритиков. На сцене Каннского кинофестиваля или в сельской школе она везде естественная и скромная. В актовом зале ее ждут десятки жителей Акаинского района. Им не терпится лично познакомиться со звездой и узнать секрет такого головокружительного успеха. Безусловная заслуга в этом ее родители, а потому им отдельная благодарность за воспитание дочери. Добрая, отзывчивая, честная – такое она запомнилась учителям. Ко всем заданиям маленькая Самал подходила ответственно, участвовала в разных творческих мероприятиях. В составе Орлогашского народного театра вместе с другими талантливыми ребятами они не раз побеждали на областных и республиканских конкурсах. Когда я работал режиссером народного театра в Орлогашском селе, здесь в родной селе, Самал была школьницей, и она ходила к нам в клуб, участвовала в мероприятиях, она пела песни, всегда послушная. Она такая была простая, очень скромная девушка, девочка была. И до сих пор вот такая она. В родной Орлогаш Самал приезжает каждое лето. На общение с одноклассниками и учителями всего один день. Говорит, где бы она ни была, родина всегда к себе тянет. У меня тоже часто задают вопрос, вы себя относите к России или уже, или к Петропавловску. Нет, моя родина Орлогаш. Для сельских девчонок Самал Ислямова – кумир и пример для подражания. Я сегодня увидела Самалу Ельясовну, она произвела во мне большое впечатление. Она мой пример для подражания. Я желаю будущим ей больше творческих успехов, больше наград. Мы сегодня очень горды и рады тому, что смогли лично увидеть Самал, а также вместе с ней порадоваться ее победе. Когда я вырасту, я хочу быть похожа на Самал. Самой Ельясовну, потому что я тоже хочу стать творческой. Все желают сделать фото Самал и взять у нее автограф. Сама актриса пока хочет немного отдохнуть от пристального внимания прессы и с новыми силами взяться за работу. Кстати, она уже получила несколько интересных предложений от известных кинорежиссеров. Алина Боржанова, Адиль Нуржанов, Новости МТРК. 4 млн 642 тысячи тенге собрали североказахстанцы на третьем благотворительном балу. Напомню, он проходил в середине мая. Его организаторы подвели итоги торжественного вечера и наградили дебютантов. 30 пар получили сертификаты и памятные награды. На балу они стали изюминкой вечера. Исполнили 10 танцев, меняли наряды, увлекали гостей и в танцевальные сессии. Лоты для аукциона представили именитые в нашем регионе спортсмены. Все вырученные средства разделят на троих детей с серьезными заболеваниями. Это Карина Баймолдина, Амир Габдулин и Владислава Головырина, которая страдает ДЦП с пастической диплегией и эпилепсией. Сумма сбора для 10-летней школьницы самая высокая. На операцию по удлинению сухожилия в Германии нужно 18,5 тысяч евро. Это позволит девочке самостоятельно передвигаться. На данный момент у нас 1,5 миллиона. Это благодаря благотворительному балу, который состоялся 15 мая. И мы состоим еще в фонде «Добрая планета». У нас 309 тысяч на данный момент. Сборы идут очень медленно. В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий и голода в областной библиотеке имени Сабита Муканова прошел вечер памяти. Почему важно знать об этом страшном и трагическом периоде нашей истории, рассказали школьникам и студентам. На мероприятии побывала Игорь Мукашева. Стихи Макжана Жумабаева в библиотеке звучат не случайно. В этот вечер здесь обсуждают один из самых трагичных для казахстанцев периодов – репрессий 30-х годов прошлого века. В это страшное время в области расстреляли почти полторы тысячи человек. Около 7 тысяч выслали в лагеря. Трогательные произведения читают школьники. Самая юная первоклассница Яна Кравченко подготовила стихи Анны Ахматовой. Девочка немного волнуется. Перед публикой с этим произведением выступает впервые. Опять вспоминание приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. И то, что едва до окна довели, и то, что родимый не топчет земли, и то, что красиво тряхнув головой, сказала, сюда прихожу, как домой. К сегодняшнему конкурсу я готовилась неделю. Я думаю, что это стихотворение о грусти, о печали. Иногда, когда я рассказываю это стихотворение, мне хочется плакать. За годы репрессий в Казахстане расстреляли свыше 27 тысяч человек. В четыре раза больше отправили в тюрьмы и лагеря. На территории нашей республики насчитывалось порядка 20 исправительно-трудовых лагерей. В нашем городе не было исправительно-трудового лагеря. Был только пересыльный этап, состоящий из пяти пересыльных пунктов, или, как их еще называют, пяти пересыльных тюрем. Здесь у нас в годы репрессий отбывала наказание жена Михаила Николаевича Тухачевского, маршала Советского Союза, Нина Евгеньевна. Вторая жена его здесь отбывала наказание. Она работала кассиром в парикмахерской в селе Явленко. В вечере, посвященном памяти репрессированных, участвовали около 40 человек. Для них сотрудники музея подготовили выставку книг. Айгири Мукашева, Жудозбек Ермуканов, Новости МТРК. Макжановские чтения прошли сегодня в Департаменте внутренних дел. Мероприятие посвятили 125-летию со дня рождения одного из основателей казахской литературы – Макжана Жумабаева. В областном конкурсе приняли участие 24 сотрудника правоохранительных органов. Вместо военной формы – красивые национальные наряды. Их долг охранять наш покой. Но сегодня стражи порядка предстанут перед судьями в роли чтецов. Творческий конкурс, посвященный 125-летию нашего земляка, лирика, поэта Макжана Жумабаева. Здесь на конкурсе наши сотрудники полиции будут читать наизусть произведения поэта. Младший инспектор управления миграционной полиции Айнагуль Сауидбекова готовилась к этому конкурсу несколько недель. Произведения великого поэта она читает трогательно и проникновенно. Стих говорит о том, о том, как он исключал, о своей жене, о его надежде, о его любви к своей жене, о том, что он где-то там сомневается. И в то же время он увидит то, что она его ждет, что она его любит и хранит ему верность. Жулдыз Нажикенова выступает со стихотворением Жемеля. В нем рассказывается о тяготах жизни женщин, чьи мужья ушли на войну и не вернулись. Глубокая, полная боли и переживаний произведения никого не оставила равнодушным. Всего в Макжановских чтениях участвовали 24 сотрудников правоохранительных органов области. Дарья Пашменсова при поддержке пресс-службы областного департамента внутренних дел. Продолжит выпуск «Короткая реклама». Не переключайтесь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нам приходится выбирать из десятков вариантов. Далеко не самых удачных вариантов. А как хотелось бы создать квартиру самому? Свободная планировка нашей квартиры – это то, чего хотело бы большинство из нас. Но получают только счастливчики. Те, кто пришел в Казградстрой. Строительная компания «Казградстрой». Твоя квартира – твоя планировка. Приемы детского и взрослого кардиолога. При необходимости оформление листа временной нетрудоспособности. Центр семейной медицины «Панацея». Телефон 501-505. Центр развития речи Елены Петровой представляет новое направление коррекционной работы. Виртуальная волшебная комната. Проекция живых анимаций и сенсорного оборудования оказывает релаксирующий эффект. Превращает комнату в настоящий волшебный мир. Помогает уменьшить внутреннюю тревожность, снимает стресс. Способствует улучшению памяти, внимания и воображения. Стимулирует развитие сенсорной чувствительности, а также помогает справиться с детскими страхами. Адрес Горького, 172, бывшая гостиница «Восход». Телефон 460873. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И теперь о спорте. Международный турнир по футболу среди юниоров прошел в Омске. Участвовали команды из 13 городов России и 3 из Казахстана. Петропавловск представляла детская футбольная школа «Юниор». Как сыграли самые младшие ее воспитанники, расскажет Илья Кудряков. Этим мальчишкам всего по 5 лет. Они еще не умеют писать, зато мастерски гоняют мяч. Неделю назад воспитанники школы «Юниор» участвовали в первых в своей жизни серьезных соревнованиях. В Омске проходил международный турнир по футболу, который посвятили предстоящему чемпионату мира. В этой возрастной группе выступали 8 команд. Только финальной встрече наши юниоровцы уступили команде из Новокузнецка с минимальным счетом 1-2 и заняли второе место. Мы воспитываем наше поколение, новое поколение детей. Хотим заложить им фундамент в развитии, в футбольном развитии, чтобы дети стремились к спорту, занимались спортом, чтобы это им нравилось в первую очередь. В «Юниоре» занимаются ребята от 3 до 12 лет. Тренировки проходят два раза в неделю. А в воскресенье юные спортсмены играют в настоящий футбол. В таком возрасте главное не отбить у малышей желание заниматься спортом, говорят тренеры. У нас ведется больше координация, чтобы дети учились лучше бегать, быстрее, обращаться с мячом. А дальше 5-7 лет у нас идет уклон, в основном, да. Уже больше работаем с мячом, уже ставим удары, учим их в пас играть, чтобы стараться думать. А с 8 лет уже идет в основном тактическое. Футбол – самый популярный вид спорта среди молодежи. Чтобы стать профессионалом и добиться хороших результатов, надо усердно заниматься. Лучше всего начинать с самого раннего возраста. Мы участвовали на турнире в «Омске». Мне очень сильно понравилось. Все было отлично. Мы выиграли всех. Мы чуть-чуть растерялись, когда мы играли. Но мы все-таки выиграли и приняли второе место. Сейчас малыши готовятся к отборочному детскому чемпионату мира, который пройдет 31 августа в Алматы. Если ребята победят, то в октябре смогут побороться уже в финальных играх, которые пройдут в Турции. Илья Кудряков, Желтозбек Ермуканов. Новости МТРК. Развивать в молодом поколении любовь к спорту. В первой гимназии сегодня прошли военно-спортивные соревнования. Их посвятили Дню защиты детей. В них участвовали около 50 ребят от 6 до 15 лет. Такие состязания для детей в городе проводят впервые. Девочки играют в пионербол, мальчики в мини-футбол и дартс. Еще есть смешанная эстафета. В нее входит бег в мешках и бег с мячом. Всем участникам соревнования вручат ценные призы от руководства Департамента обороны. Физическая подготовка является одной из важнейших составляющих подготовки военнослужащих. Поэтому мы решили, что уже с детских, с малых лет приобщать наших детей к спорту, к физической культуре. Заморозки, сильный ветер и осадки. Такой прогноз дают синоптики на 30 мая. Последние дни весны совсем не радуют североказахстанцев теплом. В среду по области ожидается порывистый северный ветер до 15-20 метров в секунду, местами до 28. Также завтра жителям региона пригодятся зонтики. Возможны гроза, туман, град и понижение температуры до 3 градусов мороза. Это были все новости на сегодня. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Прогноз погоды на среду 30 мая. Пасмурный ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Днем плюс 13, плюс 15. Субтитры подогнал «Симон»!